Мы рады вас приветствовать на нашем канале. Всем привет! И сегодня у нас на обзоре необычная техника, которая ни разу еще не встречалась в нашем ассортименте, но наконец-то она до нас доехала из далекого Китая. Мы очень ждали эту новинку. И это электромопед. Вот такой вот модель Lima серия VIP Max. Встречаем! Продолжение следует... Ну и как всегда по традиции в начале нашего ролика мы с вами представимся. Меня зовут Маск. Меня Илон. И сегодня у нас на обзоре необычные электрические мопеды, которые мы очень давно ждали. И вот наконец-то они появились в нашем ассортименте. Сразу скажем, что это модель марка Lima. Это очень широко известная и разокламированная рамка. Марка в Китае. Во всех азиатских странах в большинстве. Входит в десятку таких крупных производителей именно электрической техники. То есть транспортной техники. Ну да, наверное, тут стоит заметить, что пока мы все в России движемся на бензине, потому что у нас нефти и газа очень много, то все развитые страны... Развивающие страны. Развивающие страны, хорошо. Переходят на электротягу. Например, китайцы вот они не могут себе позволить Теслу. Они покупают Лиму. Ну или там другие какие-то бренды, которые в принципе сейчас широко представлены. В том числе и на нашем рынке они начинают выходить. Ну что ж, давайте как всегда по традиции начнем обзор с переднего колеса. Ну сначала, наверное, поговорим о цветах. Цвет у нас есть вот такой вот черный и вот такой вот голубой. Это не голубой. Это цвета морской волны. Ну хорошо, пускай это будет цвет морской волны, хотя... Голубой ты знаешь где. Щенок. Ну все верно. Отлично. Ну как всегда по традиции начинаем с переднего колеса. Что мы здесь видим? Видим обычные железные штампованные диски. Полностью барабанные тормоза. Что спереди, что сзади. Барабан в принципе довольно таки интересная штука, потому что она надежная, ходит долго и никаких проблем не вызывает. Резина у нас чисто асфальтовая, шоссеяная. Я думаю, что на такой резине на бездорожье суваться большого смысла нет, потому что сами видите такой рисунок протектора. И по большому счету держака никого не будет. Вот такое вот интересное решение по передней телескопической вилочке. Посмотрите, какая она интересно сделана, с небольшими ходами. Чуть позже мы хода покажем. Пластиковое крыло. Движемся дальше. Вот у нас здесь такой есть передний обтекатель, а-ля скутерного типа. Посмотрите, как устроен данный мопед. То есть здесь у нас идет вилка, идет рама. Рама полностью идет железная по всему контуру. Она замкнутая и сделана в целом по кругу, по всему мопеду. То есть у нас, получается, есть пластиковые накладочки, которые крепятся к этой железной конструкции рамы. Здесь у нас под ногами пассажира, водителя, находится батарейный отсек. Там располагаются аккумуляторы. Тяговые аккумуляторы обычные, не 18650, а просто обычные батарейки, которые собраны в регионной последовательности, чтобы давали там свои 65-70 вольт. Есть такие вот пластиковые накладки. Здесь также мы видим название LIMA VIP. Вот такие вот подножки интересные для водителя. Кстати, вот лично мне больше удобнее было ездить, когда нога находилась на данной подножке, нежели стоя здесь. Хотя летом, может быть, будет по-другому. Не знаю, летом пока не катались, к сожалению. Движемся дальше. Есть вот такие подножки пассажира. И вот такие вот интересные дырочки, отверстия, места. Как вы думаете, для чего они? Правильно. В эти места мы можем установить вот такие вот замечательные педали. И, соответственно, как на велосипеде, если у вас аккумулятор сел, вы можете легко передвигаться на данном мопеде. Очень интересное и необычное решение, которое на обычном мопеде бензиного вы никогда не встретите. Движемся дальше. Сзади мы видим мотор-колесо. В принципе, это основная движущая сила данного мопеда. То есть все сделано в таком небольшом формате и довольно неплохо везет данный мопед. Также видим амортизаторы, которые расположены на двух сторон. И вот эта цепь. Как вы поняли, цепь нужна для того, чтобы, когда вы поставите педали, приводить в движение данное заднее колесо. Также сзади расположен пластиковое крыло. Задний стоп-сигнал. Он же является и повторителем поворотов там встроены внутрь. И вот такая вот спинка. Маск, может быть, вы расскажете что-нибудь? Да, я хотел дополнить. Здесь вот у нас имеется вот такое потайное, так скажем, отверстие. Здесь находится рулевая колонка. То есть данный руль можно регулировать по высоте. Так, по органам управления. Значит, с правой стороны у нас ручка газа и передний тормоз. Здесь же также расположена кнопка паркинг. То есть, когда вы нажимаете на паркинг, вы уже не можете ехать. Вот, дальше. Эта кнопка означает включенную передачу. То есть сейчас на первой. Нажимаем вторая и третья. То есть это, в принципе, с какой динамикой ваш мопед поедет. Раз мы начали говорить о приборной панели, здесь мы видим, значит, скорость, уровень заряд батарей и одометр. Дальше. С левой стороны у нас включение светофар. Вот так она горит. Вот. Далее включение поворотников. Они сопровождаются, дублируются звуковым сигналом. Так вот они горят. И также с левой стороны есть кнопка звукового сигнала. Очень прикольно звучит. Спереди есть емкость. Достаточно глубокая. То есть помимо переднего багажника у вас есть впереди емкость. Прямо перед глазами. Очень удобно. Теперь, наверное, я расскажу про аккумуляторы, которые стоят в данном скутере. Мопеде. Маск, зажги! Здесь, в принципе, под данной накладочкой пластиковой, если вы открутите вот эти вот ключом на 6, либо отверткой крестовой, полик, будут располагаться 5 аккумуляторов, которые в сумме будут давать 60 вольт. Здесь стоят 5 аккумуляторов АГМ. То есть это световый аккумулятор, который без электролита. Там стоят специальные маты, которые прописаны кислотой получаются. И, соответственно, идет химическая реакция. То есть данная батарея устойчива к циклу заряд-разряд. В принципе, с ней ничего не происходит. И ресурс заявленный там у него довольно так и неплохой. Емкость данных аккумуляторов составляет в районе 20 Ампер часов. Время полной зарядки их 6 часов. 6-8 часов от обычной розетки. Вот здесь вот, соответственно, он оставляется в данный штекер зарядка, который у нас лежит правильно где? В этом черном ящичке. Батареи у нас тяговые. В принципе, они продаются в любом магазине мототехники. Можно их, в принципе, заменить, переделать, что с ними сделать. Так, по большому счету, заявленный на строк службы минимум 3 года они должны отходить. То есть, если вы купите новый такой вот электромопед, то у вас никаких проблем с ним не будет. И да, здесь аккумуляторы не такие, там, 18650, которые используются в Тесла, а обычная батарея, как я уже и сказал. Ну что, я думаю, надо прокатиться, показать, на что способна данная электричка. Да, конечно, она не Тесла, за 3 секунды достойника она не будет катапультироваться. А ты, надеюсь, не рассказал нашу секретную миссию? Нет, мы ее не будем рассказывать, мы ее продадим отдельно. Да, а ты сказал? Ты вообще говорил? Ну, так давайте сначала посмотрим, какая все-таки скорость у данного мопеда. Мой коллега не показал, к сожалению. То есть, смотрите, есть три режима. По сути, по большому счету, это просто ограничение скорости. То есть, первая скорость у нас... Это не ограничение скорости, это динамика. Мопед разгоняется до 14 км в час. То есть, если вы будете больше 14, вы не поедете. На второй скорости мопед разгоняется до 19 км в час. На третьей скорости, это максимальная передача в США, 24 км в час. Вот такой скоростью примерно движется данный мопед. Видите, запас хода 65 км, хотя предварительно заявлен около 80 км. Но сейчас холодно, мы уже в нем покатались немножко, пробовали, так сказать. В целом, когда только зарядили, было 80 км. Ну и не забывайте, что батарея еще не вышла на свой режим. Так, я думаю, показали. Надо попробовать прокатиться, посмотреть, как он себя ведет. Да, только я хочу сначала сделать под себя. То есть, я с такой детской скоростью не езжу. Ну хорошо, давайте я сделаю для вас, Илон, чтобы так и быть. Смотрите, есть небольшой лайфхак. То есть, мы видели, что... Мы сначала хотели этот способ вам продавать. Как стейс-1. Да, но решили уж, ладно. Для всех подписчиков нашего канала, бесплатно, смотрите. Если вы зажмете ручку тормоза, выжмете курок, скажем так, газа. Ручку газа. Включаем зажигание. Ждем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать секунд. Выключаем. Отжимаем. Включаем заново наш мопед. Видите, третья передача. И смотрите, мопед может ехать сорок. Вот это чудо. Ну и, собственно, таким же лайфхаком можно вернуть скорость обратно в свои двадцать четыре километра. В час. Катайтесь, Илон. Давайте посмотрим, как на данном мопеде располагается сначала райдер с ростом метр семьдесят пять. А вот таким вот образом. Кстати, вот я сказал, что данные подножки намного удобнее. Ну все, прокатимся, посмотрим, как он себя ведет. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Ну что, Илон, вам удобно на данном мопеде? Да, совершенно удобно. Сейчас я посмотрю, как можно здесь ехать в роли пассажира. Маск, подержите, пожалуйста. Просто я не хочу с вами сидеть. Все-таки мы мужчины. Держишь? Да. Хреново держишь. Ну как на унитазе примерно так же. Позе орла. Ну вот так я смотрюсь в роли пассажира. То есть сзади будет сидеть хрупкое барышня с своими ножками. Сюда садится мужчина. Без живота желатин. Булки, соответственно, свисают на ноги, на коленки. В роли нормально себя чувствуешь. То есть вот так примерно это все выглядит. Ну что, я думаю, будем заканчивать до сегодня наши боготушки на электромопедах, которые мы так ждали. С нетерпением. С нетерпением ждали. И давайте еще покажем один момент интересный, который нам понравился. Смотрите. Здесь у нас электромопед называется Max. То есть он максимально крутой, максимально стильный. Но, если вы захочете кого-то наказать, мы вам показывали, как переключить режим, и мопеды у вас становятся хамом. Смотрите, даже датчик удары срабатывает. Да, сигнал. Хам. Хамит. Ну, какой вывод можно сделать из всего этого, Илон? Как вы думаете? Вывод какой? То, что нам эти мопеды очень понравились. Они на самом деле динамичные. Вот динамика у них гораздо круче, чем у обычных бензиновых мопедов. Я думаю, что за 75 тысяч рублей это хорошая альтернатива бензиновому мопеду. Во-первых, почему, да? Большинство современного поколения, которые только начинают пользоваться мотоциклетной или мопедной техникой, они, в принципе, не знакомы с двигателем внутреннего сгорания. Они не знают, что с ним сделать. Здесь у вас, в принципе, минимум электрики. То есть здесь стоит батарея, стоит мотор-колесо, на который приходят, соответственно, провода электрические приходят. И, в принципе, здесь больше ломаться особо нечего. По механике тут тоже минимум. Ну, а вспомни обычный мопед, да? Карбюраторы, всякие различные коммутаторы. Регулировка карбюратора, масло поменяй, то есть фильтра. Но где современная молодежь, современный человек с недостатком времени найдет... Да, самое главное, что современная молодежь не знает, что такое гараж. А мы-то все свое детство провели в гаражах, копаясь по уши, скажем так, в масле, различными ключами и инструментами. Да, до сих пор не отмылись, пальцы черные. Вот, поэтому, если вы молодой человек, который хочет выделиться из толпы, не зря здесь написано VIP, вы можете превратиться в такой замечательный мопед Лима. А если тем более девушка? А если девушка, будет еще интереснее. Но мне, кстати, кажется, что целевая аудитория данных мопедов будет очень интересна, данные мопеды будут интересны курьером. Считай, смотри, сюда садится курьер, сюда он ставит свой рюкзак, сундук этот небольшой, завязал его здесь и поехал. Здесь что у нас? Пепси-колы? А, нет, у нас ее уже нет. Тархун, Байкал, Черноголовка. Диан, что там еще? Ки-бренды-то есть? Воткинский лимонад! Вот, то есть я думаю, что данный транспорт будет очень интересен, в первую очередь, наверное, курьером. Потом, в вторую очередь, это людям, которым, в принципе, не нужна машина, но нужна мобильность. Не всегда хочется педали крутить. В принципе, не выходите, если их можете не ставить и ездить без них. Зарядки на 80 км, ну, хорошо, пускай вам будет хватить на 60. Сколько вы в день в среднем проезжаете? Учитывая, что данный мопед может проехать, в принципе, в любую щель, соответственно, вам не надо где-то стоять. Вы можете легко лавируя выехать. Да я бы себе даже на дачу приобрел. Я вот тоже подумал. Представляешь, вот ты приезжаешь такой, с покатушек вечерних, времени уже 10-11, и ты в тишине такой, тух-тух-тух-тух-тух. А здесь ты тихонечко подъехал, даже можно выключить фары, прокрался, так скажем. И прибор ночного видения не поехал. Ну вот, наверное, на этом будем заканчивать. Все-таки интересная тема, интересный мопед. Напоминаем, что ценник у него 75 тысяч рублей. Пробег, выбег, скажем так, 80 км. Батарея стоят тяговые АГМки, 12-ти вольтовые, которые, в принципе, продаются в любом мото-магазине. Ресурс данного мопеда, если, в принципе, за ним ухаживать, эксплуатировать нормально, я думаю, будет достаточно. Вечный. Ну, не вечный, ничего вечного нет. Мобили. Да. Два цвета в ассортименте. Какой небесный. Небесно-голубой и черный. Мотор-колесо прямо очень интересное решение. И главное, если его поставить вперед, можно сделать полноприводный мопед. Ну, я думаю, на этом мы будем с вами заканчивать. Всем пока. Удачи. До новых встреч. Маск, маск. А, что, что, Илон? Постой, послесловие же. А, как всегда, забыли. Ну, наверное, следует послесловие упомянуть такую немаловажную вещь, которая касается практически всего электротранспорта, который продается и привозится из Китая. Это проблема гидроизоляции. По большому счету, вот мы когда скрывали батарейный отсек, посмотрели, тут, в принципе, совершенно нет никакой, вот ни здесь, ни здесь, ни здесь, никаких резиночек. Поэтому, если вы хотите долго пользоваться... Какую-то предпродажную подготовку нужно, да, делать. Да, и пользоваться техникой, надо не пренебречь герметиком, то есть сделать какие-то уплотнения дополнительные, резиновые поставить, может герметиком замазать, что-то сделать. Короче, уделить, скажем так, этому внимание. Я думаю, что современные люди, в принципе, все уже с этим знакомы. Понятно, что здесь не будет стандарта защиты IP68, как на вашем телефоне от огрызанного яблока. Но, в целом, за такие деньги... Можно отдать в какой-нибудь сервис, где вам все это сделают. Хотя можно, в принципе, разобраться, сделать со самому, никаких сложностей у вас с этим не возникнет. Зато вы будете знать, как устроен ваш мопед, и даже если что-то с ним случится, вы всегда сможете его обслужить. Вот. Ну и, пожалуй, хватит. Ну, это, наверное, мы с вами закончим. У нас батарейка просто садится. У оператора. Он не подготовился. У нас батарейка. Субтитрыìn гilikаблика.